Приветствую всех любителей шахмат! Сегодня мы смотрим третью партию Магнуса Карлсона из титульного вторника, в котором он пронзал закостенелые шахматные дугмы в мозгах своих противников бобровым когтем. Речь пойдет о втором поединке против Григория Опарина, где уже Магнус играл белыми и запустил Шварца по бровке. Но понятное дело, что сильнее всего здесь пойти Д5, устанавливая пешку в центр, но Григорий, как и в первой партии, строит домик для своего хаботастого друга. Магнус захватывает пехотой центр, а парень нападает на пешку белой и защищается конем, Григорий открывает линию чернопольнику, Карлсон устанавливает еще одного пехотинца в центр доски. Американский гроссмейстер связывает Кобылянского еще раз, нападая на пешку, Карлсон защищается слоном, и здесь необходимо было подорвать центр продвижением Ц5 с удовлетворительной для черных позицией. Но уже на пятом ходу лишенный костылей теории Опарин спотыкается о первую попавшуюся кочку и допускает грубейшую ошибку ход Кони в 6. Магнус нападает на коня, брать на поле Ж2 нельзя из-за продолжения ладья Ж2, и у черных оказывается сразу две фигуры под боем. Поэтому в партии последовала конь Е4, Карлсон забирает слоном и после взятия проводит двойной удар, двойной Рагнар. Уходить на Ж6 бессмысленно, поскольку белый продолжает прессовать слона, но на продолжение в партии Слон С2 Магнус пробивает на Ж7 атакую ладью, после отступления нападает на сильнейшую фигуру противника, и на перекрытие наваливается на белопольника. И попытка свалить на Ф5 не проходит, поскольку белый навешивает лошадя, нападая на пешку С7, после хода коня 6 пробивает ладьей, впендюривает лошадя, используя диагональную связку, и после взятия сразу не забирает ферзя, а предварительно съедает слоника на поле Д6, теперь уже угрожая взятием. Закрываться пешкой нельзя из-за хода слона 6, король неизбежно получает мат, но в том случае, если ферзь уходит на поле С8, то белый играет слон Е7 с тем же самым результатом. Учитывая это, в партии Григорий Апарин забирает на поле Ж5 Магнус треснул белопольника, взятие пешки на поле Х4 наталкивается на выпад коня в 3, дальше белый отыгрывает пешку и начинает атаку на замурованного в центре короля. Так что в нашем поединке Апарин решил не давать Магнусу лишних темпов и сразу отошел на поле Е7. Правда, теперь у белых лишняя пешка, зато у черных позиция хуже. После хода конь С6 норвежец защищает атакованную пешку, черные хотят фянкетировать ферзя и сделать длинную рокировку, Магнус уводит короля в безопасное место, король уже навострил лыжи на ферзьевый фланг, но Карлсон ванзает пешку на поле Д5. Выясняется, что поменяться в центре и сделать 3-0 не получится, поскольку белый пробивает на поле С6, получая две фигуры за ладью и решающий перевес. Ввиду этого в нашем поединке Григорий Апарин играет конь Б4, казалось бы, нападая на ладью и на пешку Д5. Но Магнус Карлсон жертвует качество, чтобы выгнать короля в чисто поле. После взятия пробивает на поле Д7 и съедает лошадь на С2. Григорий мечтает засевить короля на поле Б7, но Магнус шахует на отступление, короля нападает на сильнейшую фигуру врага, черный предлагает размен ферзей, белый создает угрозу коневой вилки. Слоник улепетывает со всех ног, Магнус нападает на ладью, и после отхода на поле Б8 создает угрозу мата в один ход. Ну, вроде бы, черный обороняется ладейным Фианкетто, но партию завершает удар кованым копытом. И на 25-м ходу Григорий Апарин сдался. Дело в том, что при взятии белый возобновляет коневую вилку, после отхода короля съедает ладью на поле Б7. Если королек побежит на Е6, то белый шахует с поля Д5, дальше дают шах с поля С8 и мотают ферзем. Ну, а в том случае, если черный закрывается от шаха слоником, то белый играет конь С4 со вскрытым нападением. При бегстве короля на поле Е8 следует ферзь С8 и мат на поле Д7. Ежели король уходит на поле Е6, то белый шахует с поля Д5, дают шах конем, шах ладьей и мат на поле Е4. Напишите в комментариях, нравятся ли вам разборы партий, сыгранных такими вот странными дебютами, стоит ли их продолжать, ну и также не забывайте ставить лайки, делиться видео с друзьями, потому что шахматы это круто.